Дорогие друзья, уважаемые товарищи, поздравляю вас с праздником Великого Октября, главным праздником трудового народа на планете. Мы только что возложили цветы к мавзолею Ленина и там были с вами на Красной площади. Хочу обратить ваше внимание, что сегодня на Красной площади демонстрируется тот великолепный парад, который вдохновлял наши войска, уходящие на фронт, а фашисты уже стояли в 30 километрах от центральной площади. Обратите внимание, что нынешняя власть начала осознавать, что без опоры на Великую Советскую эпоху, на наши победы, невозможно одержать победу в новой войне, которую англосаксы, натовцы, нацисты, фашисты, бандеровцы развязали против нас на Украине. Я хочу обратить ваше внимание особенно на тот факт, что там показаны все командующие 10 фронтов, все наши генералы и адмиралы, которые похоронены на Красной площади. 32 маршала и генерала покоятся на Красной площади, те, кто командовал нашими войсками и обеспечил нашу великую победу. Когда легендарного полководца Жукова спросили, что больше всего повлияло на политическое и моральное настроение советских граждан, он сказал, таких событий в годы войны было три. Это выступление Сталина 3 июля, когда он обратился к советскому народу со словами братья и сестры и заявил, что мы попремся на великих полководствах всей тысячелетней истории, наше дело правое, мы обязательно победим. Вторым событием был парад на Красной площади 7 ноября 1941 года, когда почти 30 тысяч войск прямо с парада уходили защищать Москву, отбивать ее от фашистов. И третьим событием был легендарный салют в честь разгрома фашистов на Орловско-Курской Дуге. У меня в родном Орле и в Белгороде салют этот прозвучал после того, как мы сломали хребет фашистскому зверю. И вопрос возружения знамени, красного знамени нашей победы, знамени Ленина Октября над Рейстагом был уже вопрос только времени. Сегодня всем нам надо осознать, что отмечаем мы Великий Октябрь в условиях войны. Если мы не решим три проблемы, которые обеспечили нам тогда победы, значит мы будем недостойны дела Ленина, дела Октября и наших отцов и дедов победителей. Я не раз выступая вам говорил о том, что надо знать свою историю. Обратил внимание, что в последнее время президент Путин регулярно выступает по этим вопросам и довольно подробно излагает, каким образом наша страна отбивалась от всех врагов своей историей. Вспоминает всех героев от Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Суворова, Кутузова, Жукова. Но одновременно очень редко говорят о том, а почему мы перед 17-м годом, Великим Октябрем, проиграли подряд три войны. Мы проиграли с позором Крымскую, нам запретили иметь флот Севастополя. Мы проиграли с большим позором русско-японскую, у нас оттяпали пол Сахалина и Курильские острова. И нам нечего было делать Первой мировой за деньги банкировал Лондон, Париж и Нью-Йорка. Туда втащили Российскую империю и удушили ее, спалили в этой войне. Вот легендарный подвиг Ленина прежде всего заключался в том, что он всего, ему было 24 года, когда засел за работу о развитии капитализма в России и доказал, что капитализм в России имеет периферийный характер, что он подчинен банкирам иностранных государств, что нас неизбежно втянут в войну за передел мира, куда подошла Германия, опоздавшая, и ей не досталось колоний. И что этой войне с таким капиталом мы не выдержим. И есть единственный способ спасти страну. Это новый путь, путь социалистического строительства, путь опоры на трудовой народ, путь гуманизма и дружбы. И я должен сказать, он гениально решил эту задачу. Он создал партию нового типа, он сумел сплотить вокруг газеты «Правда и Искра» все прогрессивные силы и сумел предложить тот порядок, который позволил полумертый распав в стране собраться воедино. Его главный подвиг – это подвиг государственности и державности. Он спас российскую государственность, постановил в новой форме, форме Союза Советских Социалистических Республик. Это было гениальное открытие и достижение, которое позволило тысячелетней державе двинуться в новый поход. Поход социализма, открывая особый мир труда и справедливости для всей планеты. Но он прекрасно понимал, чтобы решить задачу восстановления хозяйства, нужен реальный план. И предложил НЭП новую экономическую и план ГОЭРО. Он и сегодня освещает всю страну. Над ним даже Герберт Уэллс, великий фантаст, посмеялся, сказал, «Владимир Ильич, похоже, вы фантаст, а не я». Он говорит, батенька, приезжайте через 15-10 лет, и вы увидите. И тот приехал и ахнул. Вся Москва строилась, страна осваивала новейшие технологии, училась. В каждом автобусе сидели люди, которые читали. Был еще один подвиг, подвиг созидания. Но неграмотная страна не смогла бы это решить. Многие знают, что двичайная комиссия ВЧК, но была вторая комиссия по борьбе безграмотности, тоже двичайная. И полуграмотная страна стала самой читающей, самой умной, самой образованной и самой технологичной в мире. Сталин продолжил эту победную поступь, построил лучшие в мире заводы. Когда вам говорят, я в прошлый раз слушаю, не готовы мы были к войне. Мы к ней готовились 10 лет. Еще в 31-м Сталин сказал, или мы пройдем то, что Европа за 50-100 лет, пройдем это за 10 лет, или нас сомнут. И мы прошли это. Мы построили лучшие заводы. Строили, встретили 41-й трагически лучшим станочным парком, самыми грамотными инженерами, самыми храбрыми солдатами и талантливыми командирами. Мы сумели перед войной отдвинуть границу на 200-300 километров. Мы сумели перебросить целую цивилизацию. Полторы тысячи заводов и 10 миллионов за Волгу. Из колес начали строить лучшие «Катюши», лучшие танки Т-34, лучшие артиллерийские системы. Мы сумели это. Это позволяла только плановая система, могучая воля Сталина и партии большевиков. Это был еще один подвиг. Но только мы и не успели победить, как американцы, испытав ядерную бомбу, сказали, мы теперь продиктуем вам атомную дипломатию. Сталин, вернувшись из Потсдама, призвал Курчатову и сказал, сколько это будет стоить. Тот сказал, боюсь вам говорить, но это будет стоить, похоже, дороже, чем Вторая мировая война. Нам построить придется 10 новых отраслей. Мы построили 10 атомных городов в неимоверных условиях кратчайшей сроки. Ракетно-ядерный паритет еще был одним кладом в нашу безопасность и победу. И вот сегодня нам объявлена новая война. Если мы не осознаем, что пришли душить и убивать, то победить в этой войне невозможно. Американцы, натовцы, европейцы, вся эта свора, рейх номер 4, во главе с Байденами и другими, обвалились на нас. Обвалились беспощадно санкциями, бомбами, системами. Если тогда Антанту поддерживала белогвардейская Колчаковщина, то сейчас они отмобилизовали нацистов, бандеровцев и отравили сознание целого поколения на ридной Украине. У меня там половина родственников, хозяйка оттуда. Мы должны понимать, что нам брошен страшный вызов этой истории. Но войну выиграют при двух условиях. Если вы отмобилизовались, если вы создали надежную технику и новое открытие, и если у вас люди способны решать эти задачи. Мы способны. Коммунисты дважды в прошлом веке спасли державу. В 17-м и 41-м. Коммунисты сейчас предложили программу вывода страны из кризиса, бюджет развития, образование для всех, поддержку каждого. Но без социалистического созидания, планирования, новой инвестерализации, это невозможно решить. Поэтому мы настаиваем на реализации нашей программы. Эта программа полностью подготовлена, она оснащена законами, она имеет солидную поддержку всех левопатриотических сил. Я сегодня поздравляю с Великим Октябрем. Хочу поблагодарить всех наших друзей от левого фронта до движения в защиту армии, науки, от комсомола до женского движения. Мы все, сплотившись сегодня, боремся за социализм, за идеалы Великого Октября, за новые победы. С праздником! Мы обязательно победим! Наше дело право!